Всем привет! Этот ролик посвящен мощной игровой системе, которая отлично подойдет для комфортного времяпрепровождения в играх в 2К разрешении, а также для тяжелых рабочих задач. Я подготовил версии сборки на базе AMD и Intel, постаравшись отобрать оптимальные комплектующие в пределах лимитированного бюджета. Досматривайте видос до конца и вы узнаете, насколько хорошо такой конфиг покажет себя в современных ААА тайтлах. В описании я оставил ссылки на все железо и промокод на скидку. Ну что ж, поехали! Открывает красную сторону сборки материнская плата Gigabyte X570S UD. Эта модель поддерживает всю линейку процессоров Ryzen на сокете AM4, включая серию Ryzen 9. Подсистема питания построена по схеме 12+, чего хватит даже для самых мощных камней. Силовые компоненты выдерживают нагрузку до 50 Ампер на фазу. А поддержку адекватного температурного режима обеспечит набор радиаторов, которые здесь буквально повсюду. В зоне VRM на чипсете и на одном из M.2 разъемов. Их тут, кстати, целых три. Вообще, с оснащением у материнки проблем нет, хотя чего ожидать от устройства такого класса. Покупая плату на чипсете X570 хочется получить максимум от железа. Разгон памяти здесь доступен вплоть до 5100 МГц. На задней панели красуется 2,5-гигабитный LAN-разъем, а также USB Type-C стандарта 3.2. Про кнопку Q-Flash Plus тоже не забыли, она находится всё там же. Для полноты картины не хватает лишь антенн под Wi-Fi и Bluetooth, но это решается другими способами при желании. Тем временем хочу попросить вас прямо сейчас подписаться на канал и нажать на колокольчик, если вы не сделали этого раньше. Эти простые действия очень помогут моему проекту. Ryzen 7 5800X – мощный восьмиядерник от AMD, способный раскрыть самые мощные видеокарты линейки RTX 3000 от NVIDIA. Производительности камня хватит с запасом ещё на долгие годы. Он отлично подойдёт не только для игр, но и для тяжёлых рабочих задач, вроде рендера различных проектов или 3D-моделирования. В базе проц запускается на частоте 3800 МГц. За счёт разблокированного множителя показатель можно увеличить до 4700. Ну а если выходить за пределы такого разгона, то можно получить ещё более впечатляющие цифры. Впрочем, для этого придётся позаботиться о хорошем охлаждении, вплоть до водянки. Само собой, никакие боксовые решения не справятся с этим горячим парнем. А что вы думаете о данном процессоре? Поделитесь своим мнением в комментариях. Интеловская часть сборки будет базироваться на плате MSI Pro Z690P DDR4. Это весьма сбалансированная и сравнительно недорогая модель, отрабатывающая каждую копейку, вложенную в неё. Материнка выполнена в форм-факторе ATX и оснащена двумя слотами M.2 с поддержкой PCI-Express 3.0. Она отлично справляется с процессорами 12-го и 13-го поколения линейки i7 или i9. Питание 14-фазное, в зоне VRM установлен массивный радиатор. Доступно 4 слота под оперативную память. Максимальная частота в разгоне 5333 МГц. DDR5, как понятно из названия, не поддерживается. На задней панели из интересных особенностей отмечу наличие USB Type-C и оптический аудиоинтерфейс SPDIF. LAN-порт здесь тоже 2,5-гигабитный, на базе Realtek. Сама печатная плата выполнена в 6 слоёв для повышения стабильности работы и увеличения срока жизни устройства. Кстати, советую заглянуть в мой Телеграм, там на постоянной основе выходят крутые обзоры и топы на компьютерную тематику. Переходите по ссылке в описании и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Ну а за вычислительную сторону синей версии конфига будет отвечать процессор Core i5, мощный камень от Intel, построенный на архитектуре с делением ядер, на производительные и энергоэффективные. Всего их здесь 10 при 16 потоках, P-ядра решают более сложные проблемы, а E-ядра в основном работают в фоновых процессах. За распределение задач между ними отвечает технология Thread Director. Базовое энергопотребление процессора составляет 125 Вт. Множитель разблокирован и частоту производительных ядер можно увеличить с 3700 до 4900 МГц. Ну и настоятельно не рекомендуется экономить на охлаждении. 12600 KF явно не из тех камней, которым достаточно боксового кулера. Заинтересовались этой моделью процессора? Заглядывайте в описание под этим видео, там будут ссылки на всё железо из сборки. Ну а что касается непосредственно охлаждения, то я вновь обратился к продукции ID Cooling, а если быть точнее, то к модели SE226XT. Данная башня способна рассеивать до 250 Вт тепла. Она оснащена шестью медными тепловыми трубками с таким же основанием и алюминиевым ребристым радиатором. Диаметр вентилятора 120 мм, подсветка отсутствует. Кулер подойдет и для чуть более требовательных к охлаждению процессоров, что не может не радовать. А сравнительно небольшая высота в 154 мм упрощает выбор корпуса для системы. Выбирая оперативную память, мне важно было подобрать модули общим объемом не менее 16 гигов и с XMP профилем на 3200 МГц. Такие нашлись в линейке Fury Beast от Kingston. Они к тому же являются и низкопрофильными, при этом радиаторами память не обделена. Если кому-то важен этот компонент, то в Kingston есть серия с таким же названием, но с приставкой RGB в конце. По дефолту память заводится на частоте 2600 МГц, но с активацией XMP профиля никаких проблем не возникает, а энтузиасты могут попробовать выжать из памяти еще более внушительные показатели. Надежные, как швейцарские часы, так можно охарактеризовать твердотельники линейки 970 EVO Plus от Samsung. Для сборок ближе к хай-энд сегменту я стараюсь использовать именно эти накопители, хотя рынок безусловно меняется и количество достойных конкурентов растет, но с проверенными вариантами работать гораздо приятнее и надежнее. В этот раз мной выбрана модель емкостью на терабайт с показателем скорости чтения и записи в районе 3500 и 3300 Мбайт в секунду соответственно. Форм-фактор M.2 2280, интерфейс PCI-Express 3.0. Ресурс перезаписи стандартный, для SSD такой емкости 600 ТБ. Видеокарта RX 6700 XT – один из самых важных компонентов системы, а когда речь заходит о играх, то именно она выходит на первый план. Что ж, у AMD получилась довольно интересная карточка, которую вновь недооценили как критики, так и пользователи. Порции недовольства обычно сыпятся на производителя из-за медленной памяти. Здесь это частично пофиксили – 12 ГБ стандарта GDDR6, пропускная способность в 384 ГБ в секунду и 192-битная ширина шины. Хотя до показателей конкурентов из Nvidia ещё далеко. Но парадокс в том, что в игровых сценариях RX 6700 XT в своём ценовом диапазоне буквально не имеет конкурентов. Это отличный вариант для 2К-гейминга с небольшим заделом на 4К. С увеличением общей производительности и повышением бюджета мне пришлось чуть более пристально высматривать варианты с блоками питания. В итоге мой взор остановился на 700-ваттном PS700AX от First Player. Очень радует показатель мощности по линии плюс 12 вольт – 696 Вт. Идеально под мою видеокарту, да и в целом под систему. Даже баловство с разгоном не помешает стабильности работы компьютера с таким блоком питания. Он, кстати, сертифицирован по бронзовому стандарту 80+. За охлаждение отвечает одинокий 120-мм вентилятор. В комплекте идёт богатый набор кабелей. Для полного счастья не хватает лишь модульной конструкции. Осталось рассказать о том, в каком корпусе будет собираться моё железо. Это PowerCase Mistral Z4 Mesh LED – симпатичный кейс в форм-факторе MidTower, располагающий к красивому оформлению внутреннего пространства системного блока. Данная модель поставляется сразу с четырьмя вертушками и ещё две можно установить при необходимости. Предельная высота кулера, который вместится в этот корпус – 160 мм. Боковая крышка выполнена из закалённого стекла. Блок питания устанавливается в нижней части. Продуваемость на высоком уровне. Весит кейс в своём исходном состоянии более 4 кг. Из претензий могу лишь упомянуть про слабый простор для кабель-менеджмента. Уложить всё аккуратно, это надо очень постараться. Итак, время тестов. Вы уже и сами всё знаете, я отобрал 4 игрушки с разными системными требованиями и прогнал их на ультра-настройках в трёх популярных разрешениях – результаты в таблице. Что в Full HD, что в 2К я получил огромный запас по фреймрейту. Лишь последние новинки с высокими требованиями могут заставить карточку попотеть. И это я говорю только про 2К разрешение. 4К тоже имеет право на жизнь. Но во многих топовых проектах придётся снижать качество графики до среднего. В целом, я очень доволен результатами. Ну вот и настала пора прощаться. В описании под видео вы найдёте ссылки на всё железо и промокод на скидку. Напишите в комментах, чтобы вы изменили в этой сборке. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать выход нового контента. А я ненадолго вас покидаю. Увидимся, пока! Субтитры создавал DimaTorzok